Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Очень часто ребята пытаются меня как-то двинуть в сторону разговоров о политике, так или иначе подействовать на меня, чтобы я принял одну или другую сторону. Но вы должны понимать, что на мне лежит ответственность, лежит ответственность в том числе из моих студентов за то дело, которым я, в общем-то, занимаюсь. Что бы я ни думал, но некоторые вещи я не могу себе позволить. И с другой стороны, у меня слишком большой опыт жизненный. И могу напомнить, что я был депутатом городского совета и был одним из самых и, наверное, самым молодым за всю историю этого городского совета депутатом. То есть я хорошо посмотрел эту кухню российскую, советскую, российскую. Я хорошо посмотрел кухню, будучи активистом либористской партии, поэтому я хотел бы так сказать, что я не очень дистанцируюсь от австралийской политики, потому что она такая слабенькая и безобидная. А вот от российской политики я дистанцируюсь по двум причинам. Первое, потому что я конформист. Вот это и есть третье направление, которое у нас есть в политике. То есть можно поддерживать первое. То есть Владимира Владимировича Путина и тех людей, которых называют путинцы. Я думаю, что все-таки их большинство в России, но меньшинство в так называемой русскоязычной общине Сиднея. Что касается их оппонентов, то для меня незаметна ни одна фигура, которая вообще чего-либо стоила на этом небосклоне. Если говорить, что господин Борис Немцов был каким-то светочем, то меня тошнит от такой оппозиции. Если говорить о том, что светочем является Навальный, ну я никогда не верил ельскому мальчугану, поэтому давайте, ребята, так. Оппозиция должна быть уважаемой, состоять из лиц, которых я уважаю, чтобы я как-то им сочувствовал. На данный момент я не вижу ни одного человека, который вызывал бы у меня даже просто интерес. Поэтому не только из политиков, которые в оппозиции, но и которые правят. Владимир Владимирович иногда зажигает, грубо говоря, то есть какие-то есть шутки юмора, ну и слава богу, я это смотрю. Владимир Вольфович иногда. Клоунада есть клоунада. Но по-серьезному, конечно, я занимаюсь своим делом, и я этим делом буду заниматься. И я буду работать с любой властью и там, и там, потому что мне надо, чтобы люди комфортно уезжали, комфортно приезжали, оставались или уезжали обратно, и чтобы не было никаких проблем у этих людей. И все. Если хотите, можете считать, что я забочусь о том, чтобы у меня был мой бизнес, чтобы у меня было мое дело, то, чем я занимаюсь, и чтобы, опять-таки, у меня не было проблем ни на той границе, ни на этой. Теперь давайте поговорим вообще за жизнь, за политическую жизнь и за будущее России. Один из ребят назвал правящий режим, и, в общем-то, людей, которые ему сочувствуют, и тех людей, которые, ну, как бы хотели, наверное, чтобы Россия была как-то великая и так далее, назвал руссофашистами. Сразу хочу сказать, ассоциировать нынешнюю российскую власть с русским народом не стоит. Если вы хотите ее ассоциировать все-таки с каким-то этносом, не рекомендую, потому что если вы все-таки найдете, с каким этносом это ассоциировать, и будете очень широко раскрывать рот, вы это будете недолго делать, и это вам дорого обойдется. Это так. К слову, потому что я не верю тем людям, которые очень много болтают в интернете, это диванные такие бойцы, которые себя ничего обычно не представляют в обычной жизни. Из моего личного опыта, да, я достаточно резко высказывался о коммунистах, кстати, во многом жалею, потому что эти личности, вот именно лично эти люди заслуживали уважения гораздо большего, чем те, кто их сменил, и с кем я вместе открывал рот. Я достаточно хорошо и активно себя вел, боролся за правду, защищал интересы, но, как оказалось, людям это особо было не нужно. И то, что им было нужно, вы сейчас видите в России. Поэтому, дорогие друзья, не стоит меня вовлекать во все эти разборки, потому что я несу за людей ответственность. Это раз, потому что я не уважаю ни, в общем-то, тех, кто стоит за властью, ни тех, кто с нею борется такими методами. Большое спасибо.